Всем привет! Это новый выпуск рубрики новинки комиксов в мою коллекцию. И это одновременно первый и последний выпуск в 2021 году. Сегодня посмотрим и распакуем вот такую посылку с комиксами от издательства Альпака. На один из их комиксов я уже делал обзор. Это Доктор Дум. Кому интересно, можете найти на канале. Получил сегодня вот такую посылку, которая весит более чем 2,5 килограмма. Если честно, я не знаю, какие там именно комиксы внутри. Я только в курсе про какого они персонажа. Ну и не знаю, какое там их количество. Поэтому вместе с вами буду смотреть впервые. Ну и давайте уже приступать непосредственно к самой распаковке. Для этого мне понадобится мой старый добрый распаковочный нож. И будем смотреть, что же там пришло. Упаковано довольно неплохо. Надеюсь, ничего не повредилось. Упаковано даже в два слоя. Очень хорошо. Так, ну и сейчас будем смотреть. Я буду вместе с вами, потому что не в курсе, что там пришло. И первый комикс, который попадает мне в руки, это комикс под названием Ребрендинг. Насколько я понимаю, это альтернатива. 18+. Описание комикса. Логотип альпака. 18+. Правда, такой очень тоненький. Похоже больше на сингл. Так, это первое. Убираем в сторону. Следующий комикс. Это комикс под названием Модок. Игра головой. Также запечатан в термоплёнку. Погрузитесь в сознание самой огромной башки вселенной Марвел. Так, этот комикс у нас вроде уже не 18+. Идём дальше. Следующий комикс это уже сингл. И это комикс Конан Королевский. Выпуск про этот комикс я в курсе. Примерно год назад он вышел в оригинале. Посвящён 50-летию с того момента, как Марвел начала выпускать комиксы про Конана Варвара. Ну, про этот комикс я сделаю отдельное видео. Так, вам сейчас покажу. Так что, кому интересно, ждите отдельный обзор на него. Следующий комикс это Властелины Вселенной Откровения. Как раз вот недавно вышел мультсериал от Netflix от Кевина Смита. И как раз вот Кевин Смит и писал данный комикс. Сингл. Это, насколько я понимаю, первый выпуск. Кстати, он не так уж давно и начал выходить в оригинале. Поэтому довольно ещё такой свежий комикс. Обложка у этого комикса также матовая. Ну, вот что касается Властелина Вселенной, то здесь я уже более-менее в курсе про происходящее. Так как смотрел первую половину первого сезона. Потому что она там выходила с промежутком. Сначала первые пять серий, потом продолжение. Но так довольно-таки раскритиковали этот мультсериал. Да, там начали сыпать комментариями Кевина Смита. Он как-то особо на это не обращает внимания. Ну, если честно, я не особо какой-то там фанат вселенной Властелины Вселенной. Такая-то автология. Но мультсериал более-менее мне понравился. Да, там все эти повесточки. Феминизм. И так далее. Но вот очень мне нравится персонаж по имени Скелетор. Следующий комикс, опять же, сингл. И уже по изображению понятно, про кого он. Про Конана Варвара. Конан Варвар и Башня Слона. Альпака решила выпускать вот в синглах самые такие интересные синглы про Конана Варвара. Как раз вот из 70-х годов. От Роя Томаса, Барри Смита. В общем, довольно интересные комиксы. Но я бы, конечно, предпочел, чтобы они их выпускали в ТПБ. Следующий комикс, сингл под названием «Сиротка и пятерка тварей» от Джеймса Стокка. Также Dark Horse. Мне нравится то, что Альпака выпускает, наверное, больше альтернативы, чем супергероики. И давайте немного полистаем сам комикс. У него такая матовая обложка, что мне уже нравится. Если честно, я не особо в курсе про сюжет самого комикса. Я его видел, когда он выходил в новинках за рубежом. Но как-то не особо обратил внимание на него. Этот мужичок похож на персонажа из игры «Стритфайтер». Ну и учитывая, что комикс 18+, то тут, наверное, должна присутствовать какая-то жесть. Рисунок такой на любителя. Насколько понимаю, автор сам рисовал его. Выступает он и сценаристом, и художником одновременно. И также реклама комикса «Мистер Хиггинс. Возвращение домой» от Майка Миньолы. Далее идет еще один сингл про Конана Варвара. И это у нас «Король Конан». И как раз буквально неделю назад вышел первый выпуск «Короля Конана» от Джейсона Аарона и Махмуда Асрара. Об этом я уже писал в своих социальных сетях. Тоже хотелось бы почитать на русском. Не знаю, может, когда-нибудь Альпака издаст и этот комикс. Но пока издали именно классического «Короля Конана». Следующий комикс – это еще один сингл. Но тут уже понятно, кому он посвящен. Это «Лунный рыцарь». Это, насколько я знаю, тоже довольно свежий комикс. Не так давно начал выходить в оригинале, не изменяет память. И вот «Лунный рыцарь». Первый выпуск. Его миссия – правосудие. У «Лунного рыцаря» также матовая обложка. В 2022 году выходит первый сериал про данного персонажа. Вроде даже обещают завести взрослый рейтинг. Но я в это особо что-то не верю. Как бы Дисней и взрослый рейтинг – это несовместимые вещи. Ну, посмотрим, что там получится из этого сериала. Пока вот Альпака подготавливает зрителей к сериалу. Такой рисунок. Можете сами наблюдать. И это, насколько помню, не первый комикс про «Лунного рыцаря», который издает Альпака. Что-то там у них ещё выходило. Да, вот, кстати, реклама вышедших уже комиксов. Насколько понимаю, уже ТПБшки. Получше, чем синглы. Следующий комикс – это уже ТПБшка под названием «Мэдмен». Опять же, вот «Дарк Хорс» 18+. Логотипы Альпака из «Тори комикс». Описание. Самый шикарный комикс в мире. «Мэдмен. Приключения». Если честно, я не особо в курсе про данный комикс. И последний комикс из сегодняшней посылки. Это ещё одна ТПБ под названием «47 Ронинов». 16+, опять же, «Дарк Хорс». Описание. И вот так выглядит передняя сторона «47 Ронинов». От Майка Ричардсона и Стэна Сакая. Насколько я помню, Стэн Сакая – это автору саги. И Эдзимба тоже такая около-самурайская тематика. Но вот это будет очень интересно почитать. Вот и всё, что было в сегодняшней посылке. Спасибо издательству Альпака за предоставленные комиксы. И ещё больше крутых комиксов выйдет в 2022 году. Это «Конан Варвар» от Курта Бьюсика, «Доктор Дум», «Книги Дума» и другие. Все ссылки на эти комиксы будут в описании под этим видео. У меня на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем пока.